Так, все страннее и страннее. Путин озвучил условия, на которых он готов начать разговоры о перемирии. Я когда их услышал сначала от третьих лиц, я думал, это фейк. Полез, специально нашел эту прямую речь, где Путин действительно сам лично озвучивает, что если мы, украинцы, отдадим ему Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую область, и причем, он подчеркивает, что в административных границах, да, то есть я вот сейчас возле Орехова нахожусь, то есть это надо сдать это все. И Запорожье само сдать, куда россияне даже не подходили. Ну, в принципе, и Орехова-то не захватывали россияне. То есть это все мы должны официально перечислить в Российской Федерации. Потом его следующее требование в том, чтобы мы официально заявили, что мы не собираемся вступать в НАТО. Причем он хочет, чтобы это сделал не Зеленский, я так понимаю, а легитимные власти там по спикеру, я думаю, я это веду. Зеленский ему тебе понравился. Ну, моим не нравится, но, по-моему, Путину тоже. То есть, и вот тогда Путин готов начать разговоры о перемирии, прекратить огонь. То есть, смотрите, в 13-м году Украина была внеблоковой страной. То есть мы даже не собирались в НАТО. У нас было записано, что мы внеблоковый статус имеем в Конституции. Это было закреплено. Россия была в АДКБ, да, вторая армия мира была в военно-политическом союзе в АДКБ. Но Украине нельзя вступать. Ну, в общем-то, и ладно. Мы не хотели, я же говорю. В 13-м году мы не были. У нас в 13-м году в Украине отменили призыв в армию. То есть не то, что там в НАТО мы куда-то забираемся. Мы отменили призыв в армию в 13-м году. В 14-м году, когда меня мобилизовали, я застал еще тех хлопцев, которые на срочке призывались в 13-м, до отмены призыва. И они не могли уйти. Началась война, 14-го года, аннексия Крыма. А не было замены этим пацанам. Они торчали в частях. Переслуживали там уже. То есть у нас был отменен призыв в армию. Мы не хотели ни в какую НАТО на законодательном уровне. Не то, что заявили официально, а просто это уже было закреплено в Конституции. У нас стоял российский Черноморский флот. И договор там, Харьковские соглашения, было о том, что это Черноморский флот до 47-го, по-моему, года был заключен договор, что там прибывает российский Черноморский флот у нас на территории Крыма. Мы тратили не на то, что на армию, а на всех силовиков вместе. На СБУшников, на ВВшников, на всяких... Ну, на все, в общем, что в погонах. Там, наверное, вплоть до МЧСников в 13-м году. Ты знаешь, Садистаня, сколько тратили мы в 13-м году на силовиков? 1 миллиард 300, 800 миллионов долларов. На все. То есть вся Украина на это все тратила. Сейчас нам только, я говорю, только США 61 миллиардная в этом году дают долларов. Плюс там 6 миллиардов Германия, плюс 4 миллиарда... Фунта стерлина 3 миллиарда Британия, там плюс еще Япония. Ну, вернемся к 13-му. То есть и у нас был заключен не договор о перемирии с Российской Федерацией, а большой договор о дружбе у нас был заключен. У нас был заключен, подписанный Путиным, ратифицированный там всем. Был договор о границе 2003 года, подписанный Путиным и ратифицированный там всеми этими государственными думами. Это было не разговор о перемирии. То есть у нас были все железные, самая железная из всех железных, самая окончательная бумажка. Как там с собачьим сердцем говорилось. Самая окончательная из всех окончательных бумажек. И что после этого делает Путин? После этого Путин аннексирует Крым. При наличии того, что у нас там ничего не было, никаких стремлений в НАТО, ничего такого. Это уже в сентябре 2014 года Порошенко в НАТО запросился и отменил внеблоковый статус. Потом начались переговоры, минские там какие-то переговоры. Сильно помогли минские переговоры? Начался захват в 22-м году на Харьков, наступление на Киев и так далее. Не, ребятки, так не будет. Мы вас перебьем. Мы оккупанты, я имею в виду. Выдворим с территории Украины. Из Крыма, из Донбасса. Из Запорожской области, из Херсонской. Благо нам помогают, ну серьезно, весь мир помогает. Спасибо Америке за санкции вот эти. Чем лучше санкции вводятся, тем активнее начинаются разговоры о перемирии. Это дворовая шпана, гопота, которая берет на понт. Ну, рыпнулись они в этот раз. Я ровно 10 лет назад сказал, 12 июня 2014 года. Россияне, говорю, мы как украинец, не на тех напали. Написал на сайте у себя, можно проверить. Конечно, я понимаю, что он рассчитывал, что он захватит Украину там за 3 дня. Все его тут с цветами, с кровавой, хлебами. Но опять же, в 13-14 году я написал, когда на Донбасс пошел. Крым аннексировал Россияне. Я написал то, что коллаборанты бросают цветы на броню вашего танка, не отменят того, что ваши родители будут бросать цветы на ваши могилы. Посмотрите, с 14-го года мой афоризм. Свободу Украины, какое перемирие, добьем эту гниду. В этом, скорее всего, в следующем, он может уже в этом году. Свободу Украины.